Их общий семейный стаж работы на одном предприятии исчисляется сотнями лет. Здесь сын ходит в тот же самый цех, где работал и его дед. Всё это представители трудовых династий Тверского вагоностроительного завода, с которыми накануне 1 мая пообщался губернатор Игорь Руденя. Самой многочисленной на этой встрече была династия Комраковых. Причём эти пятеро далеко не все, кто трудился и трудится до сих пор на вагонзаводе. Их общий семейный стаж около 300 лет. Я работал на заводе, мама его работала на заводе. Мы все на заводе работали. И дед работал, и бабушка работала на заводе. Мы все вагонники, мы так считаемся, мы вагонники. Общий стаж у другой династии или иных Даниловых тоже насчитывает почти три столетия. Самый молодой Артём, который ещё во время учёбы начал проникаться корпоративно-семейным духом вагоностроителя. Я, начиная с третьего курса, проходил здесь практику. Но из-за коронавируса я пробыл здесь всего две недели в ремонтно-инструментальном цехе у своего деда. Мне у него очень сильно понравилось. Коллектив там тоже дружный. А в этом году решил на практику пойти в ДОЦ, попробовать что-то новое. Коллектив здесь тоже дружный. Начальство очень хорошее, понимающее. В ходе общения с представителями четырёх трудовых династий Игорь Рудене выразил восхищение тем, что даже сейчас сохраняется такое явление, как преемственность поколений. Когда люди не бросают родное предприятие даже в сложные моменты его истории, передавая свои навыки, корпоративный патриотизм из поколения в поколение. Вот в таких семьях, в семьях, где сложились трудовые династии, формируется особый дух работы человека труда. Люди, которые из поколения в поколение передают непросто, как сейчас знаете, могут дать компетенции, приверженность к своему предприятию. Это, конечно, очень сильно и очень здорово. В ходе разговора заводчане показали себя патриотами не только своего предприятия, которое сейчас стабильно работает, выдавая на гора по 1300 вагонов в год. Представители трудовых династий активно интересовались жизнью родной земли. Как Верхневолжи борются с коронавирусом? Каковы планы по благоустройству дорог и дворов? Когда вернётся Тверской трамвай? Что касается последнего, то уже идёт подготовка соответствующего проекта, рассказал губернатор. В первую очередь надо проложить современные пути, а уж вагоны мы закажем, заявил Игорь Руденя.